И подробнее о ядерной модернизации США и о позиции Пентагона мы поговорим с Олегом Ждановым, военным экспертом. Олег Владимирович, приветствуем вас. Добрый вечер. Ну вот Пентагон, поясняя новости о том, что якобы Штаты перебрасывают в Европу модернизированные ядерные бомбы, заявил о том, что это плановая замена. Извините за такой дилетантский вопрос, а что у ядерного оружия есть срок годности? Конечно. Ничего в этом мире не существует вечного. И в принципе вообще рассчитывают примерно на 25 лет, а предельный срок хранения или эксплуатации в условиях хранения может быть достигать до 50 лет. Почему мы сегодня и говорим, что скорее всего большая часть арсенала Российской Федерации уже давно вылежала в свои сроки и требует утилизации или во всяком случае технического освидетельствования. И вот на самом деле, как вы считаете, Российская Федерация может воспользоваться таким плановым мероприятием, как некоторым предлогом и как оправданием для каких-то действий, которым она прибегает в последнее время? Я имею в виду обстрелы, ракетные, конечно же, гражданские инфраструктуры. И может ли это, например, не только Украине угрожать? Смотрите, дело в том, что очень сложно так скрыть. Одно дело, допустим, если ядерный заряд будет перевозиться к месту его технического обслуживания и ремонта, а это может быть предприятие, которое их изготавливает, или оно будет перевозиться к месту, допустим, его вероятного применения, к стартовой позиции пусковой установки. Поэтому это очень легко определяется. И сегодня все-таки правила некоторые действуют. Видите, Россия уведомила США о проведении тренировочных пусков, чтобы не было недоразумений. Думаю, что в данном случае тоже будет уведомление о том, что они хотят провести регламентные или какие-то другие работы на ядерных боеголовках. То есть это скрыть невозможно. Владимир Владимирович, вы как человек не просто военный, не просто эксперт, но и историк военный, вы наверняка знаете, как разворачивалась ядерная гонка в 20 веке. В чем отличие сейчас? Если отбросить остальные аспекты этой большой войны, в чем отличие принципиальное? Принципиальное отличие в технологиях. Понимаете, появились другие компоненты. Появился обогащенный уран, появился оружейный плутоний. И появились возможности. Сегодня ядерный заряд может умещаться в довольно маленькие габариты. С одной стороны. А с другой стороны появились ядерные боеголовки, которые могут достигать мощности 100 мегатонн, допустим, которые могут уничтожить крупный город с населением в 10-15 миллионов человек. Технологии. Самое главное — это технологии. Ну и, соответственно, технологии повлияли на средства доставки. Сегодня осталось в основном то же самое — ракеты и самолеты. Но, тем не менее, эти ракеты приобретают все более и более улучшенные характеристики, начиная с того же самого гиперзвука или, допустим, разделяющиеся части, когда атака идет с космического пространства. Ну и вот Российская Федерация ведь реагирует на скорую модернизацию ядерного арсенала в Соединенных Штатах в Европе. И все-таки каким образом Российская Федерация может этим пользоваться как предлогом и станет ли? Я думаю, что вряд ли она сможет воспользоваться этим предлогом по двум причинам. Первая — это действительно плановая замена, о которой Соединенные Штаты уведомили Российскую Федерацию. Единственное, она произошла немного раньше срока. Но это не меняет как бы сути вопроса. То есть не наращивается количество ядерных боезарядов, они проходят плановую замену, с одной стороны. С другой стороны, у Российской Федерации на сегодняшний день нет более современных технологий, у них остались технологии в основном Советского Союза. И самое главное, у них ограниченные возможности в плане производственной базы для создания новых ядерных боезарядов. Кстати, Путин всегда этим пользовался, потому что Россия не могла даже выйти на то количество ядерных боезарядов, которое было разрешено по договору о сокращении ядерных вооружений. И поэтому он всегда этим манипулировал и говорил, давайте разоружаться, давайте. Вот мы миротворцы, давайте разоружаться. Потому что Россия не могла довести до нужного числа. И вот на эту разницу Путин предлагал сократить количество ядерных боезарядов. Во всяком случае, Соединенным Штатам. Россию ждут серьезные последствия в случае применения ядерного оружия в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли. Он довольно резкими словами охарактеризовал то, что делает Путин. Безответственная болтовня назвал он то, что все эти ядерные угрозы. Вот интересно, Олег Владимирович, а почему европейские ядерные державы, это ведь и Франция, и Великобритания, но вот они как-то все равно на вторых ролях сейчас? Почему мы не слышим о том, что у них ведь тоже есть возможность ответить? И они как-то не пытаются... В основном разговор именно НАТО и Штаты. А вот не говорят о том, что у Британии и Франции свое оружие есть. Есть. Кстати, Британия... Почему? Британия поддерживает Соединенные Штаты. И у нас, когда был еще премьером Борис Джонсон, он делал заявление по поводу превентивного удара конвенциальным оружием в случае попыток применения Российской Федерации оружия массового поражения. Что касается Франции, здесь очень сложная ситуация. Дело в том, что Франция до сих пор, на мой взгляд, в глубине души ждет, когда можно будет договориться с Российской Федерацией. Поэтому особо афишировать свои ядерные потенциалы они не собираются. Тем более, что, как сегодня сказал посол Франции на приеме, что они сами проводят сейчас срочную ревизию всего военного вооружения, которое есть в арсенале французской армии. Для того, чтобы понять свои возможности и понять то, что им в ближайшее время будет необходимо. Ну а, в принципе, локомотивом всех побед и начинаний всегда являлись Соединенные Штаты. И все, конечно же, в первую очередь смотрят на США. Вот смотрите, сейчас идет еще один, третий авианосец идет в сторону Европы. Один сейчас находится в Неаполе в составе 6-го флота Джордж Буш. Один сейчас на подходе для усиления группировки. И еще один в составе 5-го флота в районе Персидского залива. Группа охранения, там авиационно-ударная группа может составлять до 50 различных кораблей и суден, которые в нее входят. Но как минимум одна авиационная ударная группа во главе с авианосцем, это примерно порядка до 200 ракет залп. Вот три группы. Представьте, если этот залп, даже просто там агавки в обычном снаряжении, в осколочно-фугасном, около 600 ракет. Что будет с Российской Федерацией, если они получат в ответ на попытку применения ядерного оружия такой залп? Спасибо вам, Олег Владимирович. Будем еще говорить, я думаю, так уж представится случай, обсуждать и ядерную модернизацию Штатов, и болтовню, как говорит глава Форин-офиса, российскую болтовню на тему ядерного оружия. Благодарим вас, Олег Владимирович Жданов, военный эксперт, был в нашем эфире, в эфире телемарафона на канале Freedom.